так всем добрый день сегодня у нас на распаковке смартфон zenfone max pro m1 компании asus здесь представлена младшая модель а именно 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта флеш памяти то есть есть еще две старшие модели это 464 то есть 4 гигабайта оперативной памяти и 64 флеш памяти но и сейчас еще и выпускается 3 экземпляр в варианте также 44 на 128 по 4 гигабайта оперативной памяти 128 флеш памяти вставляется вот такой вот упаковки внутри находится у нас литература скрепка то есть краткая инструкция по эксплуатации гарантийные обязательства на данный момент не все так внутри находится сам смартфон такой упаковки так как можем ну и внутри также находится зарядное устройство на 2 ампера ну и кабель так usb и mini usb то есть type-c здесь нету единственно непонятно у меня версия в черном исполнении есть еще в синем и серебристом никогда не понимаю почему asus к черному смартфону поставляет белую зарядку и кабель можно было сделать и черный вариант кабеля так клеим пленочку то есть здесь находится камера двойная для бк дальше здесь камера на 8 мегапикселей здесь на 13 основная и вспомогательная дальше вспышка ну и сканер отпечатков пальцев для того чтобы кое как ну каким-то образом защитить ваш смартфон так снизу находится то есть мини usb разъем для подключения зарядки джек три с половиной для подключения наушников дальше динамики с этой стороны включения качелька громкости ну и другие функции в приложениях может принимать так ну и здесь находится микрофон так сам смартфон 6 дюймовый но по соотношению сторон то есть умещается он смартфон 5 5 дюймов так у меня есть смартфон htc 5 5 дюймов то есть у которого уже служит полтора года ну и зарядка уже не держит ввиду того что здесь стоит аккумулятор на 2700 мАч ну и со временем понятно что разряжается ну и вот если мы сопоставим размеры то есть вот новый смартфон умещается в размере htc 5 5 дюймов то есть тут соотношение сторон 16 на 9 в этом так ну и первое включение ну сейчас я проведу ряд действий а именно то есть авторизируясь перенесу данные и то есть установлю основные ключи ну и отпечатков пальцев да здесь можно вход осуществлять не только по отпечатку пальцев по ключу но и по лицу распознавания распознавания владельца так вот мы произвели все действия вернулись так смартфон 599 диагональ достаточно хорошо все быстро управляется то есть загрузка основных программ осуществляется разрешение full hd plus здесь разрешение просто hd то есть экран яркий описи матрица с хорошими углами с хорошими углами это минимальная яркость это максимальная яркость это максимальная яркость установки установки данного смартхома так что у нас находится внутри для этого давайте откроем программку так ну и внутри у нас находится qualcomm процессор snapdragon 636 то есть 8 ядер 14 нанометров так ну и графическая карта андреем 512 стоит так разрешение экрана на 599 дюймов 1080 на 2160 404 dpi яркость то есть 3 гигабайта памяти ну и сейчас вот здесь вот 2744 написано ну и 904 мегабайта в нашем распоряжении так внутреннее хранилище 32 гигабайта ну а нам из 32 доступно 1508 после установки всех программ так android 8.1 rr то есть будет обновление до 9 официально так батарейка на 5000 миллиампер в час так ну и состояние так ну и температурные характеристики сенсоры сенсоры различные так ну и давайте еще посмотрим еще один тест авида 64 так ну здесь мы ничего нового не обнаружили то есть модель asus zenfone max pro m1 zb602 kl тут вот хранение еще больше показывает вместо 32 гигабайт но всегда нужно понимать что делится не на 1000 на 1024 так ну и тут уже свободно больше 2406 показывает ну а доступная память совпала так процессор 64 битный то есть коваком snapdragon 636 показана архитектура ядра технологический процесс 4 нанометров 64 битные 8 ядер ну и максимальная частота 1800 мегагерц так отображение IPS матрица размеры экрана 403 dpi часто 1 0 60 герц то есть указано так ну и вид связи так ну и батарея вот на 5000 миллиампер часов то есть хватает на 2 дня интенсивной работы то есть это звонки серфинг в интернете просмотр видео роликов вот насчет игр игр игры не играю но я думаю те заявлены величины то есть нужно делить на полтора производителя так версия android так вот камера 13 мегабайт основная стабилизация виде не поддерживается так так вот передняя камера 8 и 2.1 мегабайта показано так ну и остальные характеристики температурные температурные характеристики датчики так ну это приложение установлены системные файлы на программе на программе так ну давайте проверим как быстро она срабатывает как быстро датчик отпечатков пальцев все быстро без проблем то есть есть ключ так ну распознавание по лицу я не стал делать так смартфон позволяет камерой снимать до 4 к 30 фпс что достаточно хорошо так сейчас будут фотографии и вставлю на видео и с тем что то что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 будет играть, то этот смартфон будет полезен и для этих целей. Так, по поводу зарядки. Вот как видим 83 процента, то есть еще осталось примерно 1 день 3 часа 26 минут. Так, ну и последняя зарядка была 12 часов 49 минут назад. Ну и на данное время, то есть 8 процентов это у нас хром CL, 2 процента лаунчер, ну и камера 1 процент. То есть батарейка аккумуляторная держит заряд уверенно. Так, тоже один из отрицательных моментов, это то, что здесь Wi-Fi модуль только на 2,4 ГГц, а 5 ГГц нет. И вот у меня есть роутер за Excel. Kinetic Extra 2 с двух диапазонами. Иногда бывает, что вот он долго его ловит. причем непонятно почему. Предыдущий смартфон мгновенно ловил. Причем он в сохраненных сетях есть. И ему требуется времени. Не знаю чем обусловлено. Вот, поймал. То есть, ну, по-разному. Иногда через минуту поймает, иногда вот две минуты. Необходимо. Чтобы поймать сеть. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. До следующих распаковок. Всем удачных покупок. И до свидания. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok